каким его запомнят. Он непрестанно ищет те места, где ООН может стать эффективным инструментом добра. В 2014 году эпидемия Эболы предоставила очередную возможность, став транснациональным гуманитарным бедствием в эксколониальном регионе, где уже присутствовали агентства ООН и миротворцы. Пан учредил миссию ООН по борьбе с лихорадкой Эбола, которая стала первым в своем роде объединенным командованием, подчиняющимся непосредственно генеральному секретарю. Даже его бывший критик Саманта Пауэр похвалила Пана за такие действия. Столкнувшись с самым неотложным международным кризисом в области здоровья людей, он пробил многолетнюю стену в Валакиты и с нуля создал беспрецедентную и чрезвычайную миссию ООН по охране здоровья людей, сообщила она мне по электронной почте. Количество новых случаев заболевания резко снизилось, хотя руководитель миссии Исмаил Ахмед предупредил в январе, битва отнюдь не выиграна. В декабре ООН созовет в Париже конференцию по климату, где организаторы постараются выработать беспрецедентное и обязательное для исполнения международное соглашение. Последний оптимальный шанс, прежде чем начнется эпоха жизни в опасности, назвал его журналист Джефф Гудел. Каждый день Пан читает доклад о кровавой бойне в Сирии, которая уже унесла более 200 тысяч жизней, а также настороженно следит за дестабилизирующей войной в Восточной Европе. Он не может не задавать себе вопросы, в состоянии ли организации объединенных наций осуществлять решительное руководство, в силах ли она укреплять свой авторитет в мире, сможет ли она встать во главе, когда ее руководство будет нужнее всего. Сможет ли он сам? В конце интервью я спросил Пана, думал ли он когда-нибудь о детях из сегодняшних Чхунджу, в таких местах как Сирия, Украина и прочие раздираемые войной страны, куда он не может попасть. Считает ли он, что эти дети думают об ООН так же, как о ней когда-то думал Пан Гимун? Пан задумался. Они по-прежнему верят, что ООН может их спасти, сказал он. Их надеждам мешают и препятствуют только руководители. Затем он широко открыл глаза, повысил голос, и возникло впечатление, что он разозлился, чего я никогда раньше не видел. Эти люди должны заботиться и действовать на благо своих народов, а не думать о своих эгоистических интересах, удерживаясь за власть и не обращая внимания на чувство собственного достоинства своих народов. Вот это действительно меня возмущает. Я уже не помню, сколько раз напрямую сталкивался с этими людьми. Я делаю это. Но в одиночку я этого сделать не могу. Джонатан Катц, автор книги «Большой грузовик», который проехал мимо. Как мир пришел спасать Гаити и оставил после себя катастрофу. Оригинал публикации Опубликовано 10 марта 2015 года 9.12.